Всем привет! Мой ник Веснопляс Зовут меня Антон Я играю на Л-200 И сегодня я попробую записать тренировку Для канала Пекарь Стас Это будет проба пера Знакомство в этом формате Ответ на ваши вопросы Если этот формат вам зайдет То мы сможем проводить его регулярно Также возможно добавим онлайн общение Чтобы вы могли задавать уточняющие вопросы Сегодня этого не будет Так как у нас есть один час времени Вопросов очень много Поэтому поехали Какой диапазон из-за колт-кола должен быть на ББ Как подстраиваемся под разные сайсы Тип фиша Сразу скажу, что с данным вопросом Может помочь ответить Покер Снуви Теоретически только он может это сделать Но на практике Как мы видим Если игрок лимпит скотов Баттон изолирует Это лимит Антон Л-200 И мы просим его показать нам При флоп спектр Показывает он нам вот такую вот картину Это в принципе ни в какие ворота не лезет Естественно нужно колить И затребетить шире Но насколько шире И как подстраиваться под разные сайсы Тип фиша Тут в принципе сказать проблематично Потому что конкретных ранжей нет И ты можешь руководствоваться только Своими ощущениями по этому споту То есть что можно сказать Что можешь брать за основу ранж Снуви И понятно, что меньше чем он Колить и требетить нельзя Но понятно мы можем поменять позы И все дела Но котов лимпит баттон изолирует Это и так уже очень узко Смысл в том, что Здесь имеет смысл Играть шире Естественно я бы заводил сюда Тузы Сьютовые Потом заводил бы сюда Весьбра 2 Сьютовые И офсьютные Король дама И Туз валет Я бы уже наверное Мог под трибетчивать Также естественно Нужно смотреть фолтный Изатрибет игрока И то Какой фиш у нас Действительно есть в банке Как ты понимаешь Все деньги в покер Берутся с фишей И я очень рад Что сегодня задали Много вопросов По фишам Потому что Это действительно важно Там будем дальше Смотреть на вопросы Как считается Рейкстала И Каких фишей Нужно выбирать Расскажу Но На данный вопрос Ответ Как такового Именно конкретного Получить невозможно То есть Хороший фиш Заводим Больше рук Переводим Руки Из спектра Трибета Мы Заводим Их Колткалами Просто Потому что Мы хотим Играть Банки с фишами Которые Льют Больше Скажем Семидесяти ББ А если Это фиш Какой-то Побочный И ты Видишь Что Рех Нормально Фолдит На Изо Трибеты То ты Можешь В принципе Вот этой Переменной Которая Называется Желание Играть С фишом В принципе Пренебречь И Больше Переводить Наоборот Руку В Трибеты И Таким Образом Выбивать Из банка Регуляров Ну Вместе С фишами С которыми Тебе Играть По словам Неинтересно Дальше Хочется Отметить Что Снуви В отличие От этого Спота Неплохо Показывает Ситуации Где Мы Можем Играть Колом Если Фиш Код Колил Вот это В принципе Норм Вот Можно Заметить Если Открытие Произошло Из Позиции Еп Код Колит Баттон Вот так Выглядит Наш Спектр Код Кола Дальше У нас Позиция Котов Открывает Два с половиной Блайнда Мы Нет 2.2 Она открывает Здесь Колим Вот с таким Спектром Далее Сб Подколил Фиш Мы На Бу Мы На Бб Бу Колит Вот Таким Вот Спектром Вы Видите Тут Все Довольно Широко И Так В принципе Нужно Поступать Ну Это Опять Раннее Только Раннее Подколило Еще Что Означают Эти Цифры Эти Цифры Означают По Рандомайзеру Процент Три Бета Данной Руки То есть Рейс Это Сквиз Да А вот Это Вот То есть 16% От Сютовых Мы Сквизим Остальные В кол Тут Вот Один Коннектор Например На 11% Сквизим Остальные Кол Ну В принципе Здесь Также Для примера Могу Показать Что Делать Если Мы Просто Защищаемся Ну Это В принципе Уже Теме Вопросов Не Относится Так Поехали Дальше Привет Антон Как Лучше Разбирать Топов Своего Лимита Или Лимита Выше Никогда Этим Не Занимался И Вот Хочу Спросить Как Это Делается Правильно Что Тебе Дало Хороший Буст Понимание Игры Когда Ты Начинал Заранее Спасибо Ну Я Могу Сказать Следующее Что Работа С Флопзилой И Понимание Того Как Происходит Механика Вычислений Вот Это Больше Всего Дало Наверное Буст В самом Начале Поэтому Слит Курс Инферно Который На данный Момент Уже Является Безнадежно Устаревшим Но В понимании Того Как Правильно Работает Эта Программа И Как Правильно Работает Вообще Покерное Мышление Он Я считаю До сих пор Незаменимый То есть Перед тем Как Вообще Идти Там Тренироваться К кому Быто Ни Было Вам Стоит Сделать Первые Ваши И Самому То есть Выучить Потоцы Выучить Понятия Там Фолд Эквити Эквити Как Считается Эвей Линии Все Это Есть На Канале Пекарстаз То есть На сайте Там Есть Обучающие Статьи Можно Считать Их Также Я думаю Есть Какие То Видео Ну Я Честно Скажу Что Статьи Читал Очень Некоторые Есть Очень Неплохие Особенно Переводы С Высоких Лимитов Но Зарубежных Тренеров Но Я бы Советовал Посмотреть Курс Инферно И Понять Его То есть Если у тебя Уже Сложилось Понимание Того Что говорит Топ Образца 2016 Года То это Значит Что Ты Сейчас Можешь Уже Брать Тренировки До Этого Времени Я считаю Что ты Можешь Просто Обучаться Сам И До Лимитов Каких Там 5 10 16 В принципе Если приложить Усилия Можно Добраться Самому Другой Обратной Стороной Медали Является То Что Ты Потратишь На это Возможно Несравненно Много Времени И Поэтому Если У тебя Есть Какой Нибудь Скажем Заработок На данный Момент То Эффективнее Будет Естественно Брать Тренеров Сразу Но Если Тебе Нужно Набивать Банкрол И Расти По Лимитам То Я бы Тебе Советовал Просто Самому Обучаться И Вот Этот вопрос Про Топов Своего Лимита Или Лимита Выше У Меня В принципе Есть Два Варианта Разбора Базы Первый Из них Это Берешь Делаешь Алиас Hand to Note И После этого Смотр Прогоняешь По Фильтрам Вот Например Мы На BB VS Open Race На SB BU Котов EP Соответственно Вот так Вот играют Топы Вот так Вот играю Я Что я могу Заметить То есть Когда я играю На BB Я играю Неплохо Естественно Топов Нужно Набрать Человек Не знаю Там 20 С Хорошими VVSF Высокими И Винрейтами Больше 6 Я например Взял Соответственно На BB У меня Нормальная Игра Дальше Смотрим Моего Ученика С 25 Ну вот Видим В принципе Сразу же Я ему могу Сказать Что он Должен Подтянуть Этот Спот Игра На SB VS Опять Позиции Соответственно Что мы Видим Ну у меня Полтора раза СБ Хуже Играется Против БУ Но Против Ранних В принципе Ну Такое БУ VS Ну Точно Так же Все остальные Позиции В общем Я не буду Дальше Рассказывать Если до нас Были Фолды То есть Мы Race First Им Соответственно Вот И так же Само Вы можете Построить Свои Фильтры Если до нас Были Лимпы Посмотреть Как вы Лимпованные Банки Еще Играете И в общем Общий Общий В принципе Он должен Быть Следующий То есть Здесь 17 15 Это нормально На ЕП МП Тоже Где-то 18 21 Котов 22 25 У меня Котов Выше Баттон Зато Наоборот Заниженный Ну это Все Выборка Я На 200 К Рук Может быть Это Все Такое Ну вот СБ Тоже И ББ То есть СБ Я бы Сказал Что Если он Не Меньше Минус 10 То есть Это Уже Очень Хороший Винрейт По Дефолту Я бы Давал Где-то 15 Минус 15 На СБ ББ Минус 30 Баттон Говорят Все Всегда 35 Возможно На мелких И низких Лимитах Это Нормально На Средних Видите Что Топы По Поляне Только 31 Натягивают Поэтому Наверное Стоит Ближе Брать Эту Цифру Ну Теперь Вы Можете Посмотреть Вот По Этим Спотам Свою Базу И Таким Образом Сравнить С Алиас Регов Опять же Значение Для Hand To Node Так Вот Я Делаю Для Holding Manager Это Как Здесь Задается Количество Рук Здесь Задается Лимит Здесь Все В принципе Высчитывается По Формулам И Таким Образом Прогоняется По 3бет Банкам Cold Call Смотрят Потом Мультипоты И Фейсин 3бет Вот И Просто Как Открыл Соответственно По Этим Ситуациям Можно Поставить Вот Нужные Значения Которые Должны Быть И Те Значения Которые Имеет Разбираемый Оппонент Ну Вот Например Миха И Можно Сразу Заметить Что Миха Не умеет Колить 3беты Это В принципе Очень частая Ситуация Когда Оппоненты Не умеют Колить 3беты И Играют Относительно Своей Руки И Своего Рейнджа Просто Делят Его На 50% Да То есть Открыли 16 Значит 8 Мы Должны Защитить На самом деле Это Не Совсем Верно Потому Что На Ваших Лимитах На Которых Играет Большинство Оппоненты Все Будут 3бетить Одну И Туже Позицию Абсолютно По Разному Поэтому В Одних Случах Вы Будете Получать 4 Процента Трибета И На Той же Самой Позиции Против Той же Самой Позиции В Другом Случа Вы Будете Получать 8 Соответственно Защита На Трибет Должна Быть Абсолютно Разная Так же Банки 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 Мелки Это Защита Б Это Продолженная На Флопе Как Вы Хорошо Эффективно Разыгрываете Это Я Б Уже Сказал Наверное Фейсинг 3бет Да Это Флоп Или Просто Как Вы Терны Вы Играете В Банках Или Даблефовываете Риверы Уже СП Ну Соответственно Вот Что Можно Сказать По Ученикам 0 3 Б Б Банки Все Отыгрывают Крайне Плохо Обратите На Это Внимание И У Себя Тоже Что Вы Должны Больше Концентрировать Нимание На Них И Тут Относятся Сюда И Защита Б И Банки Просто Не Повышенные С Фишами Здесь Вот Стоит Сказать Один Момент Что Если Мы Видим Например Разбежность На БУ 27 И 31 Или Тут Видите Небольшие Разбежности Между Банками КД На ББ И Опенрейс Был На СБ 40 45 То есть Это 10 А Вот Этот Банк Как Вы Видите Который Является Неповышенным Здесь Разница Между Мной Который Играл 25 Это Специально Чтобы Сравнивать С 25 Который Лил Там Минус 133 И Здесь Типа Минус 200 Тоже Минус 200 Практически Это Это Говорит О том Что В Полтора Раза Можно Достичь Буст В Неповышенных Банках При Том Что Я Играл 25 Тоже Еще Туда Был Не Супер Подкованный И Как Вы Видите Это Очень Большие Суммы То есть На 120 Тысяч Рук Здесь На 25 Залито Вот В Этих Банках Минус 4000 То есть Если Это Значение Повысить До Значения Например Нихи То здесь Будет Минус 6 А Это 2000 Долларов Соответственно Вот За Этим Моментом Нужно Следить Так Ну Я думаю На этот Вопрос Я Ответил Как Лучше Разбирать И Как Получить Буст Привет И Тем Можно Посмотреть Эту Тренировку Да Это Я Уже Ответил Что На Канаре Пекарстас Она Должна Быть Доступна И Сейчас Я Как Раз Получил Ответ И Пекарь Пишет Поскольку Это Твоё Первое Видео То Предлагаю Его Общий Доступ Чтобы Было Больше Интереса Тебе 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 Спасибо За Этот Ответ Я Думаю Все Ученики Будут Рады Потому Что Посмотрят Это Видео В Свободном Доступе Так Инфинити Четыре Привет Сустав При Стратегии Игры Три Бэт Пот БУ ВС Котов Против Депо Фолтного Рига На Флопе JT8 В СВД В Твоих Прифлоп Ранджах И С Использованием Флоп Зилы И Т.D Такого Рода Вопрос Он Очень Интересный Правильный Но Он Будет Занимать Очень Много Времени Поэтому Я Запустил Заранее Солвер И Просто Покажу Как Это Делается Не Вдаваясь В Дальнейшие Подробности То есть Вот Мы Видим Что Расчет Был Произведен На Точности 05% Выставлены Сайзинги Под Бэт 75% Пол Банка И Треть Теперь Солвер Произвел Расчет И Он Хочет Чекать 100% Ранжа В данном Споте Находясь Out of Position То есть Это Говорит о том Что Я просто Когда Строил Дерево Я Не Задал Вот Здесь Вот Дон Дон Ну В принципе Мы Мы Его И так Не Делаем Поэтому Мы Можем Чекнуть 100% И Посмотреть Что Верхний Сайзинг Не Используется Вообще Соответственно Что Мы Можем Здесь Сделать Мы Подкорректируем Это Дерево И Во первых Здесь Мы Убираем Полностью Все Кроме Чека А здесь Где мы Бетаем Мы Используем Только Полпота И треть Ну В принципе Третьи 15% Я Думаю Что Если мы Ее удалим То Мы Не сильно Порушим ЕВ Нашей линии Что О чем Я сейчас Говорю То есть Мы Сейчас Можем Увидеть Что ЕВ Линии 10 Б И Всех Вот этих И чеков И бетов И так далее Соответственно О чем Это говорит Это говорит О том Что Из банка 16.5 10 Наш При всевозможных Раскладах Дальше Мы Запомнили Это число 10 Да И Мы Можем Дальше Поудалять Сайзинги И Оставить Только Третий Чек Третий подтверждаем наше действие и видим что теперь у нас нету донков и у агрессора остались только беты и чеки поставим только 7 ядер для того чтобы оно меньше тормозило и вот таким вот образом смотрим если ты хочешь играть абсолютно не опираясь на солвер в данном споте то я бы тебе советовал делать упрощенную модель следующим образом находясь в широких позах просто можешь использовать треть всем диапазоном там где у тебя есть перевес если оппоненты не будут атаковать тебя если у них не будет широких чекрейзов если на твоих лимитах люди не склонны к тому чтобы тащить и тебе не нужно здесь особо сплетоваться и просто если у тебя есть перевес в диапазоне 150 плюс процентов ты находясь в позыше можешь использовать упрощенную стратегию 37 диапазона но правильно говоря то есть сплетануть сайзинги правильно может только солвер на флопе и сделать это можно таким образом как я сказал то есть сначала ты задаешь ему возможность ставить всеми сайзами затем ты удаляешь ненужные тебе сайзы которые заняли меньше всего в процентном соотношении последним твоим действием будет сравнивание девые линии всех по тому сколько это было при наличии всех сайзингов и сколько это стало если ты все же откорректировал стратегию насколько я знаю это не очень сильно будет влиять потому что солвер может потерять небольшое количество EV но ты приобретешь очень большое количество правильных решений по легкой стратегии по сравнению с тем сколько бы ты наделал ошибок используя сложную миксованную страту ну это в принципе то что я могу сейчас сказать я понимаю что я не полностью ответил на твой вопрос но опять же сегодня тренировка абсурдная и хотелось бы побольше охватить всех людей которые хотят получить ответы на минор в чем отличие 9 макс от 6 макс если у нас колд колл со свободных в 9 макс но начнем с того что колд колл со свободных у нас есть и в 6 макс но если мы берем стратегии топовых регуляров то я бы склонялся к тому чтобы вы поискали на сайте пекаря перевод ммэй шардога и там есть библия прихлупа все главы идут отдельными статьями очень неплохо сделано я всем советую так вот он со свободных говорит что имеет смысл колд колдировать позицию БУВС котов так же само дает ранжей с колд коллом и без него что нас будет склонять к тому чтобы играть колд кол если у нас котов хорошо 4 бетящий и очень сильный регуляр то если мы начнем его трепетить половину диапазона допустим он открывает 24 мы 12 даем 6 еще защитить можно легко но если он будет открываться допустим 30 а мы будем давать 15 то тут у нас начнутся проблемы поэтому там в принципе можно переходить на смешанную стратегию но если мы играем еще лимиты ниже сотки я бы сказал включительно тем более что сейчас на сотку пришло очень много регуляров которые хорошенько апнулись на ковид карантине и сейчас вот эти все агрессивные действия они не будут иметь реагрессии соответственно люди не будут до 4 бетчевать люди не будут как-то сильно сопротивляться на пост в копе поэтому я бы советовал просто иметь со свободных спектр и баттун с котов включительно только 3 бета и если вы хотите калкалировать то вы это можете сделать только в том случае если за вами сидит ваш клиент из-за которого вы играете этот стол то есть в таком случае вы можете переводить руки из спектра 3 бета до спектра калкала по принципу что бы мне хотелось сыграть в банке с фишом плюс добавлять вот это вот добро чем ваша позиция позднее тем можете сильнее расширяться под фиша в принципе вот эти низкие они будут собирать часто обратные пленты по доминации сетов поэтому я в принципе отмечу и если у нас был 3б допустим вот такой да давайте посмотрим в принципе 3б у нас был вот такой 3б туз 5б туз 4б вот этих наверное по 50% 3б в принципе вот как-то так мы 3б 3б после этого мы хотим чтобы у нас был фиш за спиной и мы решаемся на то чтобы сделать колд колд соответственно мы просто берем вот эти руки которые я говорил можно эти если ты находишься в поздней это я против котов атрибет нарисовал то добавлять если фиш очень хороший и в принципе ты просто берешь и переводишь вот эти руки ну можно даже десятку дальше световые все вот эти вот ну и в зависимости от того насколько хорош фиш то есть если там реально минус 80 то можно и вот так просто для того чтобы с ним играть дальше если у него там допустим есть высокие трибеты да сквизы то ты можешь просто ловушку ставить но опять же ты должен четко понимать что у тебя есть уфишаясь нужное настроение если он будет уже раскочегаренный так скажем то ты будешь очень часто получать агрессивные действия вплоть до не ту пушей небольшими стейками поэтому за фишом всегда нужно наблюдать у фиша всегда нужно отслеживать его настроение если кто-то не знает то правой кнопкой двойным нажатием у вас всегда будет отображаться актуальная статистика на фиша за эту сессию и очень часто бывают фиши которые тильтуют то есть они играют например там какие-то свои 40 на 20 получают пару бетбитов и начинают играть что-то типа 90 на 60 поэтому всегда следите за этим и не забывайте что если вы тильтуете то фиши тильтуют всегда в разы больше так ну и ответ про 9 макс следующий я точно так же постарался делать по игре на 9 макс если за тобой есть фиши которые являются организаторами данного стола то тебе стоит переводить руки в колы и опять же если ты сидишь на ранней позиции естественно ты не будешь подкалывать вот это то есть даже если за тобой есть фиш то ты просто хочешь колоть только эти покеты и если соответственно если ты на ранней то ты и это не подбиваешь и вот это не подбиваешь и это не подбиваешь то есть дама спорно против ранней ее тоже не очень хорошо колет соответственно да ты у тебя уже просто колы будут начинаться уже и туз короли будут подкалываться уже и вот это будет подкалываться балеты будут подкалываться Ну и соответственно, да, твой спектр будет приходить более клутковящий, но он будет более, естественно, сильный против ранних позиций. Чем раньше, тем, естественно, сильнее. Тут и точно так же, если оппонент открывает из ранних, и у тебя нету фиша какого-то целевого, то, соответственно, ты просто начинаешь вот это все трибетить. И я, в принципе, советую трибетить приблизительно половину от спектра. Если вот он открывает из ранней 11, то где-то вот этот вот спектр у нас и будет трибетить. Так. На этот вопрос, я думаю, ответил. Теперь перейдем к вопросам, которые были заданы в группе в скайпе. Поэтому, если вы хотите, чтобы я точно ответил на ваш вопрос, регистрируйтесь на форуме. Ссылка будет в описании. Вопросы с форума отвечаются в первую очередь. Так. Дальше поехали. Привет. Я хочу задать такой вопрос. Есть ли смысл играть в реалиях современного покера лимбом на СБ против гиббляров? Если да, то я слышал плюсовые стратегии бета-1бб любого хлопа. Что типа там будет настолько рыхлые рейнджи, что это автопробен. Есть ли смысл лимбить против агрофишей, пассивных фишей, срабая руки, смысл переграть их на пуслубе, насколько это рентабельно? Спасибо. Ну, во-первых, теория ли игры лимбом существует на высоких лимитах, в разных версиях. Я покажу, как это делается, но хочу заметить, что это делается на тех лимитах, где рейк крайне низкий. Для сравнения, НЛ-10К рейк 0,8бб, НЛ-50 рейк 8бб. Разница в 10 раз. Соответственно, вот мы видим лимб СБ в СББ. Это лимб фиша 2013. Он сделан очень сложно. Здесь присутствуют рейзы, рейс фолдин на 3бет, рейс колы 3бетов, рейс 4беты, потом лимб, ринг колы, ринг 3беты и так далее. Делается это все тогда, когда спектр из олимпа стандартный. И на наших лимитах это все очень двигаться будет сильно. Все эти рейнжи будут постоянно перемещаться и смещать один другого, потому что все рейги будут изолить абсолютно по-разному. Кто-то будет изолить 25, кто-то 35, кто-то будет изолить 45, кто-то 55. Поэтому вот эта вот вещь нам не пригодится. Единственное, что мы можем взять у фиша, это его устоявшийся спектр рейза, когда кто-то к нам подлимпился. И вот он должен составлять 42%. Выглядеть это будет вот таким вот образом. И здесь мы видим, что лимб кол, лимб трибет и лимб фолды. Ой, извиняюсь, мы видим изо рейз фолды, изо рейз колы и изо рейз 4беты, если нам лимб трибет поставить. Так вот, после того, как мы знаем, как мы должны изолить, теперь мы можем отклоняться. Соответственно, если оппонент будет изолировать только 27%, то любую руку мы можем в принципе подлимпировать. То есть, вот эти вот руки все мы спокойно можем лимбить. Но из-за того, что он изолит слишком мало, то наша value часть будет крайне сильно не добирать. И вот это вот exploit, который я советую совершать. Соответственно, мы людей, которые не изолят, просто берем нагно открываем вот эти вот 11%. И при этом трибет у нас существует, да, рейз трибет и вот это рейз кол. А дальнейшие руки мы просто можем лимбить в них. Опять же, это те, кто не изолирует лимбы. Если люди изолируют лимбы мало, то мы имеем право лимбить очень много. Соответственно, это будет где-то 80%. Опять же, с руками нужно быть поаккуратнее, потому что, например, такая рука, как тузы, она будет очень много резать спектра изоляции. Поэтому, это я показываю просто как подстройку. И я считаю, что все равно нужно иметь спектр рейза. Я, допустим, те же самые тузы, опять же, повторюсь, они режут спектр изоляции очень сильно. Поэтому мы часто будем играть лимб-чек с этой рукой, чего мы абсолютно не желаем. Но, вот эти вот рейнжи, они применяются тогда, когда у нас есть сильный оппонент, который трибетит 20% и низкий рейк. Тогда мы вот просто можем залимбивать для тех, кто не то изолирует. То есть, 35 только минус. Вот так вот аж 79%. Соответственно, на 45 мы изолим 69%. Но лимбим 69%. На изолейт меньше 505, то есть, где-то 55-45. Это уже выше, чем нам нужно. Ну, вот так вот можем подлимбивать. Дальше мы будем защищать против лимба таким образом, что у нас будет лимб кол и лимб рейз. Опять же, это все будет делаться на основании сайзингов и на основании процента его из-за рейза. Поэтому, насчет рыхлости ранжей я тут не совсем согласен. Здесь имеет смысл поставить оппоненту его из-за руки, которые у него остались. Допустим, это будет 100%. Вырежем отсюда его из-за рейз. Допустим, пусть это будет как-то вот так вот. Ну, это мы просто приблизительно делаем. Теперь соединим наши холдеки. Поставим сюда даже больший диапазон. И мы увидим, что он является андердогом до того момента, как мы не поставили борт. То есть, мы поставили борт, видим, что опять здесь преимущество у этой флокзилы 56%. Но, стоит нам задать борт скоординированный низкий, то мы видим, что нижняя флокзила уже имеет 51%. Соответственно, ответ на вот этот вопрос, плюсовая стратегия 1бб любого флопа, ну, вот такой вот. Если у тебя флоп не низкий и не скоординированный, то ты являешься агрессором на данном флопе. И хоть ты находишься без позиции, то оппонентам будет крайне сложно защищаться на твой 1бб. Особенно там, где большинство людей играет, то есть 100 минус. Люди будут оверфолдить. И если смотреть по большой сетч, то на первой улице флоп будет оверфолд. Нейтерн оверфолда нету. Я советую играть, либо по паттерну 1бб. И если вы хотите достичь максимального флопа, то 1бб потом 90% 90%. Или 1бб под бет под бет. Нейтерн обычно, как я уже сказал, нету флопа, но флопа слихуй хватает на ливе. Так, следующий момент, это все сделано на базе раньше сетч, такое наблюдение. Но, если вы хотите видеть конкретного оппонента, не раз сталкивался с тем, что, например, данный оппонент флопы, потом терн и риверы никогда не флопы. Советую билдить хоткей. Сейчас попапы выводятся только по хоткеям. И, ну, не только по хоткеям, но это удобно. Если вы попали в полный банк с позиции лимпера на СБ, то вы обязательно смотрите чек ББ банки, как люди сдаются, как они флуатят и как можно их переиграть. Так, что еще можно сказать насчет рыхлости ранжей? И здесь стоит заметить, что всегда нужно капать оппонентов. И если ты уже используешь стратегию лимпа, во-первых, против кого мы ее хотим использовать? Мы ее можем использовать против оппонентов, у которых есть высокие трибеты, да, 20 плюс процентов, ну, 18 плюс процентов. И они хорошо поливают и вообще являются сильно плюсовыми. У нас есть некоторые руки, которые мы хотим не играть рейс-кол в данных ситуациях. Ну, то есть, там какие-то вот такого плана руки, которые неудобно себя чувствуют в этих ситуациях. И против них мы играем тогда лимпом. Мы лимпом, мы играем полностью весь рейндж, не пытаемся его как-то расцветовать. Либо второй момент, это вот как здесь, типа я 8-2 просто подлимпиваю по принципу того, что этот оппонент мне кажется пассивным. И вообще, вот там, где вот этот пацифик, да, я вот запрыгнул с на поиграть сотку, я, по моим наблюдениям, очень много нитовых игроков. Если будете играть в восьмерки, вот там дальше у меня спрашиваются про рубы, то советую вам там более аккуратно вскрывать блефы, потому что оппоненты там не доблефовывают. И более телефонистая поле, чем на восьмерках. Вот, кстати, следующий вопрос будет как раз про рехстолы и быстрые столы. Вот я иногда прыгаю летом в снап, в зумпокер, и это все связано с тем, что очень мало игры, но часто собирается она под фишей, которые туда запрыгивают, и, в принципе, имеет смысл на восьмерках в этом плане попробовать свои силы. Если вы хотите получать рейкбэк прямой, а не обмен на статусы и плюшки, то я думаю, что вам предложат сделку по прямому рейкбэку от Beckerstask. Точно не знаю, сколько он будет сейчас составлять, пишите пекарю, он вам все расскажет. Так, и что касается этой раздачи, которую я хочу показать, я лимпы 8.2, она входит в спектр, естественно. После этого я получаю неповышенный банк, соответственно, оппонент будет капнут здесь по ТУЗ-2, да, потому что все более старшие комбинации, ну и 2.2 может быть. Так как я влочу двойку, соответственно, этих у него остается одна комбинация, ну и ТУЗ-2 небольшое количество есть. ТУЗ-9, соответственно, у него тоже быть не должно. И я играю в бет, потом играю вот 90%, как я и говорил, получаю рейс, и соответственно, что он мне может репрезентировать. Одно комбул 2.2 и ТУЗ-2, получается, у него три двойки, две двойки, три ТУЗа, соответственно, шесть комбинаций. Если мы еще световое ему не даем, то и того меньше, но если мы дадим световое, то столько. Соответственно, если без двух световых, то совсем будет капнутый рейндж. И, собственно, что мы собираемся с ним делать? У него может быть здесь Дама-9, у него может быть здесь ТУЗ-2, и мы все это хотим просто выбивать. Соответственно, мы просто играем 3-бет на его рейс, с планом выставляться на ривере. После этого получаем улын, попадаем в очень плохую ситуацию, где нам приходится сбросить тонну эквити. Это самая худшая ситуация в покере, их нужно избегать. Самое главное правило это реализовать свою эквити, не дать реализовать эквити оппоненту. Но в данном случае, из-за того, что оппонент просто очень сильно капнут, я не ожидал здесь увидеть ни от какой комбинации пуша, разрешу от двоек. Поэтому, я считаю, что сыграно нормально. План действий я вам рассказал, и рассказал, как вы должны, в принципе, думать, прежде всего, в этих липованных банках. Так, поехали дальше. Ну, про фишей, то та же самая телега. То есть, смысл какой? Если фиш пассивный, не дает нам реагрессию, то есть, он не будет нам рейзить, он не будет нас чек рейзить, он не будет нас лимб рейзить, то тогда, мы стараемся в таких фишей больше заводить диапазон. Если он нас будет изолировать, если он нам будет создавать трудности на пустлоте постоянными какими-то активными действиями, то, соответственно, против такого никакого смысла не имеет. Привет, такой вопрос. На твой взгляд, должны ли отличаться диапазоны 4 бет коллов, 5 бет пушей, ступы бастеков, на рех столах и на быстрых столах? Если они должны отличаться, то как? Ну, почему они должны как-то отличаться, если там рейк вообще, в принципе, одинаковый? То есть, никакого различия быть не должно в этом плане. И единственный момент, это то, что ты должен смотреть на конкретно свою поляну. То есть, если мы берем по дефолту, нет, ранжи не отличаются. Если мы берем по поляне, то, естественно, ты должен смотреть, что, если оппонент не до 3 бетчевая, не до 4 бетчевая, то тогда у тебя будет намного уже 5 бет пуш и 4 бет колл. Соответственно, вообще, как ты должен это дело все считать? У тебя должна быть программа вот такая EV Push Fold Калькулятор. И с помощью нее мы считаем, то есть, что у нас в поздних ранжах должно уходить в пуш. То есть, допустим, берем БП в SSD. Восьмерки, девятки. Соответственно, что, с чем он должен принимать? Вот он принимает с каким-то вот таким ранжом, да? То есть, 3,5. И если у него здесь было еще каких-то рук, допустим, для того, чтобы этот ранж стал там как бы 7, да? было 3,5, допустим, сейчас до 7 его добавим, вот, 50%, тогда вот эти вот дела будут пульсом опушиться. Как считается? То есть, размер пота мы 10 давали 3 бет, да? 4 бет нам дали 25, и 1 бб стоял, то есть, 36. Размер ставки Hero, 90 мы пушим, ему колить остается 75. Ожидаемая Fold Equity. Ну вот, мы прокидываем вот это все, да? Получаем 50%. Ну, я так на глаз просто. И Equity versus Spectra Call. То есть, мы просто разъединяем Флабзилы, ставим здесь шестерки, смотрим 31,5. То есть, 31,5. Рассчитываем вот, мы получаем плюсовое действие. Соответственно, против такого оппонента мы можем пушить любой бокет. Ну, из тех, которые мы 3 бетили. Допустим, мы 3 бетили так. Но, если у нас у оппонента просто 3 бет, допустим, 30, ну, 3,5 и Fold Equity будет просто равно 0, да, ну, просто нечего сбрасывать. Equity будет точно такое же. Мы получаем, что мы допушивать не можем эти бокеты. Соответственно, мы просто берем и избавляемся от них. Вот. Таким вот образом. Тут мы в таких вот диапазонах я бы даже склонялся к тому, что проверял бы просто свои АК. Вот. Поэтому мы берем, ставим АК, смотрим, 40 процентов, да, и мы видим, что тут даже АК именно в такой диапазон. Ну, ты просто находясь на SB по-другому тяжелее, тяжело разыграть. все равно будешь запушивать, но ты должен понимать, что у тебя должен быть хоть какой-то блеф. То есть, чтобы у тебя вот было, допустим, 4, 0,7 стало 3,47. Соответственно, 3,47 поделить на 4,0,7 мы видим, что он сбросил 15%. То есть, ожидаемое фолд-эквити хотя бы должно составлять 15%. А, подожди. Ожидаемое фолд-эквити должно составлять хотя бы 15%, а реквити должно быть 40%. И все равно вот АК, видите, по таким данным пушится здесь в минус. Естественно, против ранней не пушите там АК в какие-то сильные диапазоны, в которых даже этого не будет. И вот так вот будут люди против ранней 4-бетить, и вам АК придется просто подкалывать. Поэтому я считаю, что отличий нет, но ты должен проводить ресерч своей поляны и смотреть то, как она в целом будет нитовая, или она в целом будет наоборот активна, и принимать решения по этим данным. ну вот, ты понял, то есть тебе придется не пушить вот эту вот руку АК, тебе придется ее просто подкалывать, и как ты видишь, дальше ты должен действовать с учетом вот этой логики. Если отвечать конкретно, то если это лимит НЛ 10, НЛ 25, то я склоняюсь к тому, что я видел кучу пас этих лимитов, и там все люди играют 4-бет приблизительно вот такими вот ранджами, фолдов на 5-бет нету практически, соответственно, ты должен к этому подстраиваться таким образом. Так, привет, расскажи, какие предпочитаешь румы, как смотришь на ЖГ, покер-матч, и какие сейчас перспективы оффлайн. Я скажу следующий момент, что я играл покер-старс, играю восьмерки, и пробовал играть Чико. На первых двух румах у меня основной найгарш, и у меня все идет хорошо. Чико сначала получил ап, потом получил даун, винрейт остался плюсовый, но с этим румом связано очень много противоречивых данных, и как раз следующий вопрос, это о нем. Поэтому на нем мы остановимся поподробнее. А покер-матч и ГГ я не пробовал играть, но скажу так, если это те румы, в которых нет статистики, то это говорит о том, что нельзя вычислить ботов. Если вы играете на полянах без статистики, то это значит, что они заботованы. Потому что как вычисляют ботов, мы уже все хорошо увидели по недавним сильным постам забыл от кого. Он проводит брендж-ресерч, исследования и замечает какие-то лики ботов. допустим, не знаю, цепет в мультипотах 70+, потом еще один, потом еще один. Потом выстраивает дерево, по которому он прогоняет всю базу игроков и выдается, что вот по этим параметрам подходит 25 ников. Дальше мы смотрим на них, они все как под копилку. В чем это говорит? в том, что никто никогда не произойдет такого исследования для GJ и покер-матч и мы будем всегда просто рассчитывать на людей, которые сидят в их несужденной безопасности, скорее всего, пинают. Поэтому я бы эти группы не рассчитывал на них как на перспективные ГГ, тем более там Рейка что-то типа 14-15 ВБ, насколько я помню. и никаким рейкбеком это все конечно же не покроется. Насколько перспективно сейчас онлайн, ты сам понимаешь, что онлайн сейчас вообще никак не перспективен. если по-моему открыли Беладжио, да, там все сидят в масках и все сидят через экраны. Поэтому Макао я точно не знаю. Я там играл зимой, но не могу сказать, что там сейчас происходит. То есть в принципе поляна нормально, много видел. в ригах high stakes они играют один стол, причем что они играют 25 рук в час и там приблизительно NL30K, если они это делают, то значит это выгодно. Так, по Чико, по Чико хочу сказать следующее, сколько должен длить уважаемый. Вот в Чико очень нужно смотреть вообще на адекватности его игры. То есть там бывают люди, которые будут сидеть 50 на 20 в ПИП ФР, но при этом они будут типа адекватными регами. Они мне больше всего напоминают дедов, которые играют в домино. То есть это человек, который в своем Техасе всю жизнь играл в покер, при этом RNG он так и не досужился выучить, но элит тебе он не собирается. Он будет лить какие-нибудь допустим 30 ББ или 40 ББ и ни в коем случае не будет покрывать RNG. Потому что как ты дальше спросил по какой формуле считается то есть ты просто берешь RNG с стола на чико допустим он 7 и ты умножаешь его на 5 рель плюс уважаемый который льет точно в 2 раза больше а то и в 3 RNG потому что он очень расширенный ну допустим 15 вот 50 вы платите и дальше в зависимости от того какие сильные рельсы сидят за столом и какие позиции вы заняли ты скрепляешь его зреть допустим он льет 70 то есть остается 20 и эти 20 они будут делиться не поровну естественно а если это будут сидеть готовы боты то ну то есть все одинаковые играющие игроки они будут разбирать в зависимости от того кто в какой позиции сидит Алексис в своем блоге написал что он проводил исследования на высоких лимитах только одна позиция хуже чем остальные это позиция где фиш непосредственно слева но на низких лимитах я бы советовал занимать позиции так что сначала фиш справа потом фиш справа через одного и так далее потому что когда я проводил такой же рассеч на полтиннике очень сильно разнились результаты я не знаю почему как может быть на хайк стейкс где он делал это исследование позиция сразу справа от фиша и например аж 4 плюс как они могут быть идентичны по винрейту но я естественно сказал вам его исследование думаю что ему с его знаниями на его лимитах можно доверять вот но мы заметили что у нас осталось 20 ВП после того как мы сняли 50 рейка от SF и шли от 70 ВП на 100 то после этого мы должны естественно их еще распределить по столу если у тебя там сидят слабые около нулевые рейка меса а ты еще и занял очень хорошую позицию то это будет хороший плюсовый стол но еще раз скажу что на Чико ты будешь встречать очень часто людей которые будут играть 50 на 15 но они не будут лить тебе 70 поэтому все говорят что это ну не все очень многие говорят что это плохой рум но в том плане что там есть супер юзеры там есть боты я бы сказал так что и вообще он типа не дает но я бы сказал так что единственная проблема это боты никаких супер юзеров и других нету ну просто люди привыкли а плюс они там еще играют немножко в иной покер там нужны подстройки поэтому люди привыкли играть на покер старс они заходят селек от пиф фр играют точно так же там не знаю треть и все время получают рейс в лицо ну поэтому по чику вот такие вот у меня моменты на этом будем прощаться всего доброго если понравилось оцените это видео пожалуйста а свои комментарии о том как я должен проводить последующие тренировки прошу оставлять тоже спасибо